Я продолжаю играть в модификацию под названием СГМ. Сюжет начинает координально меняться, в отличие от Зова Припяти. Мне нужно вернуться вновь на Сатон. Там меня ждет новая информация касательно моего основного задания. В общем, эта серия получилась нереально интересной и думаю, что она тебе понравится. Поэтому не забывай про лайк и про подписку на канал. Серии по СГМ вы поддерживаете не очень хорошо, я предлагаю это исправить. Также не забудь про колокольчик и про плейлист. В случае, если ты тут впервые, желать тебе приятного аппетита и просмотра. И я начинаю. Итак, друзья, я переместился на Сходовск и сразу же мне в КПКшник прошли вот такие вот задания. Нужно исследовать место падения. Опа, здравствуйте, не вы ли сейчас там Дегтярев? Да, откуда у вас такая информация? Гы, да вас тут уже каждая собака знает. А у меня для вас письмо, держите. Спасибо, кто передал. Да хрен какой-то в форуме военной что ли? Он даже не представлялся. Дегтярева знаешь, говорит, я ему такой, так кто же Дегтярев-то не знает? А он мне письмо дал денег и патронов. Гряда говорит из рук в руки. Так что вот, держите, товарищ. Ясно, спасибо за службу. Дать тебе нечего, так что ступай с Богом. Дать тебе нечего, да, да ты просто все, иди отсюда. Какое-то письмо. Так, мужик, ты что тут тонешь-то? Держи аптечку, конечно, но странная-то, конечно, вещь происходит у вас. Так, дай-ка, я иду куплю. Просто еды совсем нету, да? И как дела на Сходовске? Неплохо, неплохо. Народ бухает исправно, куда деваться? Радиация кругом. Да и жут, будь здоровь, как обаны. Так что, хорошие дела. Да и кстати, одна из приятных новостей. У картана скоро день рождения, через два дня будем дружно отмечать. Во как, действительно хорошая новость. Вот и мы так думаем. И хотим с ребятами что-то особенное преподнести нашему карданчику. А зная его слабость, приходит на ум только спиртное. Одной водкой здесь точно не обойтись. Нужно что-нибудье такое элитное. Кардан же у нас и самый особенный. Таких людей в зоне нынче не сыщешь, как бы не искал. Жулябский говорил, что есть один напиток, Бейлис, называется. И как я понял, где его искать, он тоже знает. Поговори с ним, думаю, он тебе расскажет больше. Без проблем, сейчас спрошу. Найти кардан на алкашек, что ли? Жулябский, давай рассказывай. По поводу дня рождения кардана. Что там? Бородак говорит, что ты знаешь, где можешь додостать Бейлис. Это правда? Точно знать я не могу, он не проверял. Про ящик Бейлиса мне рассказал один бандюк, которому я товар двигал. А достоверности речи быть не может, потому как был он пьяный в дымину. Но премьерный кардан у меня есть. Если это поможет, передам. Будем надеяться, что поможет. Тогда я передаю. Все, проверяй свой КПК. Благодарю. Так, и где? И где? И где? И где? И где? Пронеси бутыль. А, серьезно? Вот здесь, что ли? Где? Понятно. Ну, для начала, конечно же, я посплю, потому что не хочется мне бегать в позднее время суток. Давай-ка до восьми часиков спим. И как бы шутки шутками, картан-карданом, но все-таки я бы хотел сейчас заняться основными квестами. Так, пиццы хотел, попей воды. Также, давай-ка, наверное, мы медикаменты заберем. Хотя, смысл у меня от этих медикаментов. О, кстати, насчет артефактов. Вот это мы забираем, вот это мы забираем. Надо потом будет отнести нашему дружбану. Так, а, уже перегруз. Ладно, все. Еще хотим кушать. На, поешь тогда. Хотя, вроде как, я пока все равно не собираюсь никуда двигаться. Так, стоп. Ты что у нас? Понятно. Переход до станции пока не нужен мне. Насчет вертолетов, давай-ка мы сейчас отбежим со скандовска, чтобы в пейсик вырос немного. Насчет вертушек сразу проясняется ситуация, что раз, два и три. Подожди, стоп. Что это? Контакт со связным нужно встретиться. Так, и еще вертушка. Понятно. Но для начала, давай-ка, наверное, мы обыщем изгем тайник, потому что они довольно-таки богаты в этом моде. Намного лучше, чем обычные тайники. Эх, он, правда, далековато, но все-таки я не поленюсь и сбегаю до него. Почему нет? А вот и тайничок. Он прям в кусте как тут валяется. И находим мы в нем, кстати, беретту. Ну, много полезного мы находим, на самом деле. Так, давай-ка сразу используем, наверное, вот эту вот штуку. А беретту куда? Ну, только продать, на самом деле. Блин, это все равно копейки весит и стоит. Так, ладно, все равно на скандалск, и Дима, придется заглянуть сейчас. Поэтому погнали туда. Так, мужик, здорово, имею желание поторговать. Да, действительно. Вообще, возьми вот это, вот это. А пистолет ты, падаль, такая не берешь, да? Это точно колобок? Да, точно колобок, он 9 тысяч стоит. Дорого, дорого, но, блин. Он мне нужен по заданиям, поэтому проси, мужик, продать себе его не могу. Так, возьми кантирады лишние. Хотя, наверное, это лучше лекарю продавать. Да мне похер, на самом деле. Все равно копейки. Так, все, бывай. Ну, а пистолетик я сейчас продам, наверное, сочу быстренько. Да и все, в принципе. Ну, вот за сколько, за 900 рублей? Ну, хотя бы так. Так, а какой прицел, кстати, подойдет-то? Диоптрий, хироптрий. Пацана, возьми, он все равно не нужен, я его не юзаю. Все, иду, 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 да. Действительно. Ой, и как мне повезло то, что здесь имеется сталкерович, который меня может провести. Так, чем занимаешься? Так, да, собственно, тупо. Давай-ка ты мне на ВНЗ, пожалуйста, за 500 рублей. Пойдем. Вот я и на ВНЗ. Отлично, мужик. Спасибо большое, что ты здесь оказался магическим образом. Да, здорово. Я не понял, там мужик, там враги, и как бы, и причем немало врагов. Какого я так оказался-то здесь, а? Это смерть. Это смерть, потому что я вообще не ждал то, что здесь будет кто-то. Так, попытка номер два. Меня тут еще кабан приснул, пока я с ним разговаривал о сталкерах. Нет, кстати, прикинь. Сталкер, видимо, просек фишку, то что лучше со мной не идти, да? Так, водичку сейчас давай-ка попьем. Прицельчик поменяем, наверное, да? Потому что он, ну, получше будет явно. И попытаемся тогда сдалека снять этих челиков. Какого фига вообще? Кто это такие? Походу просекли нашу фишку, и все, челики. А, ну это наемники. Ну, а как мне с ними договориться? Никак. Поэтому умирай. И у нас еще один. Так, первенство опытного медали-медаль. Давайте сейчас, наверное, сразу же ее используем. Где она у меня? Плюс четыре тысячи, неплохо. А мне эти медали, помимо денег, что-то еще дают? Нет? И что-то как-то я не понял. Если их смысл только в деньгах, то оно такое, типа. Так, не убил, к сожалению. Это очень плохо. Надо было добивать его. Ну все, давай их, наверное, прицелом поменяем. Тут уже более-менее близкая дистанция, думаю. Ну и влетаем в здание, как завещал один челик. Уже довольно-таки древний. Так, минус один. Следующий. Вот он своими вот этими экзоскелетными штуками себя палит. Одиннадцать человек? Что? Охренеть. Откуда у вас тут столько? Это ужас. Минус один. Я же фонарик включу, чтобы лучше все видеть. Вот еще челики. Что? Какого тут вообще забыли? Причем я так типа по стелсу прохожу все. Хотя на самом деле я даже не преследую данную цель. Скотина тупая. Ладно. Тихо-тихо-тихо-тихо. Не ругайся. Не бей меня. Не бей, не бей, не бей. А то я тебя убью. Конечно, прибой валуна хорошая, но она не может убивать с первого выстрела. Это было бы совсем люто. Минус один. Еще вот здесь же типа есть. Господи. Здорово. Вот тут вылези уже, не бойся, а. А, нету. Он решил уйти. Блин, ты чувствовал, как ты тут был? Ну, совсем недавно, можно сказать. Да, понимаю. С гухарем буквально тут путешествовал. Карлососов убивал, все дела. И тут появляются наемники откуда-то. Так, ну, мужики, давайте выходите, а. Они буквально везде. Фига себе с айгами сейчас послал. Летаем в аномальное поле, но тут, к сожалению, это не единого артефакта. Жаль очень. А я хотел все-таки. У меня же есть какие-то пилюли. Ладно уж, фиг с ними. Без пилюль будем идти. На мужика. И причем я нашел, по-моему, такой путь. А, нет. Универсального пути, видимо, тут нет. Вот так, там и два типа каких-то находятся. Ладно. Так, тайник имеется дефолтный, который тут всегда есть. И имеется также тайничок какого-то сталкера. Так, это что у нас? А, десятый персональный тайник. Ну ладно. Обыщем его. И обыщем в том числе вертолет. Вся электроника внутри погорела. Даже изоляция на проводах расплавилась. Так, понятно. В принципе, мне больше тут ничего не надо. Пьем он Геркулес давай-ка. И отсюда надо валить потихонечку. Конечно, мы перегрузим, это не очень хорошо, но... Так, а это что за бедолаги? Какого? Пацаны, доставайте стволы! Вы что тут делаете? Мужики, это что за ужас? Они тут бухали, что ли? 200 рублей степа дропнулась? Нифига себе, стебя 100 рублей. КПК неизвестного бандита. Информация с КПК. Спасибо за проделанную работу. Деньги заберете возле железного леса у нашего человека. Что? Какого? Они тут реально сидели, бухали. Я, походу, их просто, ну, помешал. И причем это не дефолтный бандит. Я испугался, честно говоря, их. Ладно, все, текаем сейчас до нашего связного. И вот здесь еще, кстати, какой-то челик есть. Смотри-ка в этом туннеле, я пропалил тебя, чел. Ты кто такой? 17 рублей у тебя кристалл был? Что? Что за бандиты пошли? Я не понимаю. Это слишком жесткий. Так, погоди, а где наш связной? Это я что-то совсем про тебя забыл. Ради тебя пришел и забыл про тебя. Ну, простите. Заигрался так. А там, вон, походу, почка с каким-то наемником, что ли? Чего тут вообще происходит? Я не понимаю. Явно квестовый, так, ну, я не знаю, можно ли его спасти, конечно, но... А, это какой-то камикадзе, что ли? Наемник, это... Что? Что за жесть? Я не понимаю, реально, почему... Вообще не понимаю, что тут происходит сейчас. Какой-то наемник бессмертный от плоти, и при этом он взорвался, когда я к нему подошел. Мда. Зона таит в себе множество тайных загадок. Я не понимаю, где... А где наш связной-то? Здорово. Вон, да. Позывной? Сирена гудит. Принято. Итак, майор. Дела наши не важные, но сам понимаешь, подробности сообщить не могу. Государственная тайна. В общем, так. Я из четвертого отдела, старший куда пошлют. И у нас есть для тебя ответственное задание. С твоим начальством все согласовано. Подробности операции надежь на никем. Мы в тебя верим. Дерзай. Обыскать ячейку СБУ? Лен, мужик, ну, окей, конечно. Подожди, а где эта ячейка находится? Говорит, иди обащи. Ух, нифига, куда вы изныкали. Так, ладно, мне нужно держать путь, наверное, на железный лес. По причине того, что там бандит какую-то награду должен был получить, да? Или уже получил, я так и не понял. Но, короче, нужно туда идти, потому что там еще вертушка имеется, которую также стоит обыскать. Точнее, мы пытались это сделать в предыдущий раз. Нам эта игра не давала сделать, но... Сейчас, по идее, соколов нам то ли выслал, то ли что. Ну, короче, идем туда, да. Судя по всему, экипаж погиб еще в воздухе. Вертолет падал без управления. Бортовому компьютеру повезло больше. Так, сейчас поглядим, что в нем полезного. Ага, карта местности с какими-то пометками. Пригодится. Исследовать место падения, понятно. Так, найти заинтересованных. И начинается в зоне, кстати, выброс. И, по-моему, я могу его переждать вот именно вот так вот, типа, ну, никуда не прятавшись от него. Так, у меня столько дерьма, тут это ужас, на самом деле. Вот, кстати, куда мне это прикрепить? Кому мне это отдать? Я не знаю. Давай, наверное, сейчас едим, попьем, не знаю, выпьем все, что можно. И что, я могу же выброс по идее переждать или нет? Ну, видимо, нет. Скорее всего, это не так работает. Но, не знаю, проверять даже, наверное, не буду. О, господи. О, господи. Классно, конечно. Конечно, я нашел себе укрытие, но какого есть. Итак, я вернулся на Скадовск. Сейчас моя задача также получить награду. Я доставил твой антидот, дает мне всякие спецминты и аптечки. И на майк я тебе лишнего, опять же, продам. Мне это не надо. Допустим, вот это, допустим, вот это. Допустим, что еще? В принципе, все. Так, 0,5 килограмма сбросили. И отдаем еще сейчас всякие артефакты. Также, ну, бородеи и вот этому челику, да. Мне, ну, лучше тебе их изначально, наверное, отдавать, а то как-то продам. Вряд ли это оценит должным образом, я так думаю. 8 тысяч, в принципе, да. Я нашел это с трубов, и меня это устраивает, на самом деле. Вообще, максимально устраивает. Так, вот это возьми 200 рублей. Все, и главное, чтобы не было перегруза. Перегруз пропал. Ну, хорошо. Меня это тоже радует. Так, здесь что делать будем дальше? Дальше у нас имеется еще парочку зад... Ага. Еще вот эти вертушки. А как мне опасно агропром? Я пока как-то не знаю. Перехода нет на агропром. Но думаю, что по ходу сюжета, возможно, как-то я об этом узнаю. Хотя это не точно. Ну ладно, давайте сейчас, наверное, мы отправимся за нашим тайником, который находится на краю локации. И уже после этого продолжим запись видео. Заметь, опять я кого-то там вижу. А, нет, вот он. Ты кто такой? Я боюсь к тебе подходить, на самом деле. Скорее всего, ты опять взорвешься. Да, да, да. Это опять какой-то камикадзе. А зачем это? Это вообще ничего за бред. Откуда они берутся, эти челики? Они мне костюм только портят. Тварь тупые, ладно. Ну, короче, как бы то ни было, это на самом деле странно, вообще-то. Ну, окей, ладно. Если разработчики такое выдумали, значит, у них есть фантазия, значит, они... Ёпт твою мать. Понимаю. Ага, расскажешь, держи. Под тебя прям кинул. Так, и под тебя кинул. Все, убегай. Убегай, 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 убегай. Уходи ты, господи. Грин, больше нет у меня никаких нас. То есть, брат. Я помню то, что Зоя Бриптип, это гигант самый живучий вообще из всех живучих. Поэтому я чувствую, сейчас у меня будет... Блин, даже Сайгас не справляется, жесть. Иди нафиг. Хоть бы хны ему, хоть бы хны, хоть бы хны. Да, 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 расскажешь. А если применить... Ну, а тут мина еще что-то делает, да? Ну, какого тут... Не, ну, по идее, сейчас можно попытаться этого челика на мину забатить, чтобы он на него встрял, так скажем. Иди сюда. Иди, 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 иди сюда. Иди, сказал тебе, иди сюда. О, тут мина где-то недалеко. Ну, вот она здесь. Ну, да твою мать, ну, что ж ты какая-то дурак-то, ептать. Понятно, понимаю. А вот вообще, не смысл с ним сражаться. Так, мина где? Вот мина, вот мина, вот мина, иди сюда. Иди, 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 родной, иди сюда. Ну, куда ты пошел-то, ну, ты... Игнорщик, так не... Честно. Но он здесь эту мину никак не выкнет. Ну, иди, я вот... Ну, подойди ты, вот она, вот эта мина. Вот она, ну. А, то есть тебе пофиг на... Нет, смотри-ка, забайтил, причем очень грамотно забайтил. Правда, костюм покоцал, но это уже не суть. Так, глазик мы его забираем. Да, нормально. Так, и находим здесь, опа, гамбез наемника, очки и... Очки Дегтярева, что? И ячейка данных СБУ. Прикрепленная информация. Группа наемников сдержала нашего агента в окрестностях Юпитера. Есть основания полагать, что наш агент все еще жив. Ваша цель – освобождение агента и нейтрализация наемников, оказавших сопротивление. Для безопасного прохода внутрь лагеря используйте гамбинезон наемника. Для загрузки данных в КПК необходимо использовать. Фига себе, деньги даже дали мне, ничего себе. Вот это, вот это, да, вот это я называю по-настоящему годная операция. Так, ну тут давай кабинтик используем один. Можем сейчас пойти, в принципе, Петруху спасти по приколу. Погоди-ка, где там у меня, где-где-где? Перехват добраться до лагеря наемников, аномальный костел, понятно. А где лагеря наемников располагается вообще? Располагается он вот здесь, понятно. Но я думаю, что, блин, офигеть, мне прям нравится данный мод пока что. Тут все так очень круто сделано, а очки, кстати, я почему-то не могу никак надеть. Но и компенс наемника тоже я пока, наверное, сниму, ибо нафиг он нужен мне. Бля, у меня же есть артефакт Грави, я его продал, да, видимо, нечаянно? Ну как нечаянно? Специально, конечно, но... Вот в том, что он мне вес давал бы, но окей. Я думаю, то, что и без него можно тут прожить так. Давай еду поедим, затем энергетик попей. Чего по-перегрузу-то, я не понимаю, почему энергетик ничего не весит. Или он весит, просто я не замечаю этого. Да, он весит просто после использования, только вес убивается, убирается так. Я бы сам артефакты, в принципе, поискал, почему бы нет. Вот два артефакта тут есть, заодно бы деньги заработал. Но у меня скоро, может, есть уже Велес, поэтому я буду с ним. Короче, пока вот тут... Ну ладно, давай-давай, спасем тебя сначала, а потом уже по артефакту полезем. Сталкер, помоги. Ладно, сейчас помогу, неси. Давай-давай-давай, держи аптечку, все. И сейчас мне даст, кстати, артефакт помимо... Так, это что, до алтамины? Это я просто пиванри выкинул. Я думал то, что ты... Три артефакта, жесть, что? Так, стоп, а ничего, не понимаю, где один? Эм, мне артефакт троллит, видимо, да, я понимаю? Так, ладно, давай попытаемся, конечно, что-то найти. Так, раз. У меня сейчас уже сядет, все, еб ты мать, ай, больно. Где? Глазик. Давай, нормально, глазик. И еще один, успею или нет? Надо-надо-надо как-то его найти, но... Мамины бусы. Дай-ка ты мне... Ага, огненный шарик дал награду, отлично. Вот столько артефактов у меня сейчас присутствует? Ля, довольно-таки много. Ой, он вес дает. Давай-ка, наверное, на время, пока я тебя повесю. Потому что перегруз, это дело такое себе. Ну и отправляемся обратно на базу. Твою мать, я еще сохранился, да? Я гениален просто. Я максимальный гений. Вы не представляете, насколько я идиот. Я, конечно, выживу, это будет вообще чудо, на ищут, наверное. А я выживу, кстати. Ну, хотя бы так, спасибо. Ой, идиот. Просто взял и мини подорвался. Ну, благо я выжил, благо у меня артефакт спас. Потому что он раны заживляет довольно-таки быстро, ля. Ой, боже мой. Да, ну и идиот, забей. Такой тайминг мог только я сохраниться, да. Здорово, Агал. Значит, содержи-ка, пожалуй, ты вот эти вот артефакты. Так, вот эти мамины бусы, я думаю, что можно продать. Сколько глаз стоит? 9 тысяч. Я себе огненный шарик дорогой. Ну, такой, довольно-таки дорогой. Ну, и, в принципе, все. Можем даже очки продать. На этого делать, естественно, я не буду. 47 тысяч, бывай. И мне говорили, купи-ка ты себе нормальную сену, наверное. Но я этим займусь, наверное, попозже. Сейчас пока как-то мне неохота этим заниматься. В общем-то, тысяча рублей всего лишь стоит, кстати. Технологического крепления костюма не надо. 700 рублей. А тут сколько? 2 тысячи. Все, классно. В общем-то, друзья, вот такая серия сегодня вышла. Надеюсь, что она вам понравилась. Надеюсь, что вы поставили лайк и подписались на канал. Всем всего наилучшего. До встречи. Не болейте еще. Увидимся. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok